В части маршрута номер 9 от остановки детский парк до остановки зуборезных станков договор заключен 7 марта 2023 года. Генеральный подрядчик УФР Аджестрой. Стоимость договора 2,7 миллиарда рублей. Срок завершения работы 31 декабря 2023 года. По стоянию на 31 декабря 2023 года строительная готовность, подтвержденная Федеральной службой строительного контроля, составила 0%. Физически выполнено порядка 15% от общего объема работ, при этом определить точный процент выполнения не представляется возможным по причине непредоставления исполнительной документации, наличия более 100 предписаний о несоответствии со стороны стройконтроля. В связи с невыполнением подрядчиков своих обязательств заказчик был вынужден 10 января 2024 года направить уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке, а также о передаче строительной площадки заказчику и возврате выплаченного аванса в размере 816,9 миллионов рублей. Договор считается расторгнутым в течение 30 рабочих дней с момента поступления уведомлений, то есть 22 февраля 2024 года. Положение о закупках ОСГЭД предусматривает возможность заключения прямого договора, бесконкурсных процедур, после расторжения контракта в одностороннем порядке, что касается дальнейших действий. После завершения всех процедур планируется заключение нового договора подряда на выполнение работ по реконструкции трамвайного маршрута номер 9 с планировым сроком завершения работ в сентябре текущего года. В марте 2023 года мы заключили договор на выполнение работы и приступили к работам фактически с 25 мая после отключения части маршрута от тягового тока и возможности работы. Вот это была, так скажем, фактическая передача строительной площадки нам на производство работы. Вторая часть маршрута – это центральная часть города, от политех и до детского парка. Нам было передано 15 августа до этого момента на этой части маршрута продолжалась эксплуатация трамвайной сети, то есть мы не могли выполнять работы. И также значительный объем выявились у нас в процессе, не соответствующий проект, в процессе скрытия и переустройства инженерных коммуникаций. Сети связи, электроснабжения, канализации, водоснабжения, теплоснабжения. То есть частично они не были учтены в проекте, частично они были, так скажем, расположены не в тех местах, не на тех отметках, что было указано в проекте. И, соответственно, были выполнены не теми материалами. Мы успели выполнить за это время выводку всего грунта с утилизацией на 70%, значит, и около 40% добавившихся дренажа его не было в проекте, мы выполнили, так как это проектировщик. Безусловно, принял решение, что без дренажа долговечность этой конструкции этого основания не будет достигнута. Поэтому это решение было совместно с заказчиком принято. Основание мы выполнили на ориентировочное около 30% протяженность маршрута. И это песчанное основание, то есть щебеночный защитный слой, балластный слой щебня или рельсно-шпальная решетка. Также были уложены около 15% длины шпал и рельс. То есть и установлены опоры контактной сети на первом этапе Тульс-Политехнической. В случае необходимости корректировки проектной документации по итогам ее рассмотрения генеральным подрядчикам заказчик не позднее трех дней, рабочих дней даты получения вопросов генерального подрядчика по согласованию с генеральным подрядчиком принимает решение о такой корректировке. Срок работ при этом соразмерно сдвигается на период корректировки. Что касается корректировки проекта, согласно СНИПу трамвайного, в июне 2023 года со стороны генерального подрядчика в установленной форме заявлено опасение о несоответствии фактического грунта результатам испытаний проектной документации, получивших положительное заключение экспертизы. Со стороны строительных контролем, рабочего порядка, руководителя проекта, ООО «Франджик» строит даны следующие разъяснения по алгоритму действий. Тут пять пунктов, которые должен подрядчик выполнить для того, чтобы можно было внести корректировку в проекте. Поэтому эти работы не были выполнены, основания для корректировки у ОСГЭТ не было. Мы по требованию генерального подрядчика готовы были, конечно, передать сразу же всю площадку полностью. Но, учитывая то, что у генерального подрядчика нет сил и средств, чтобы полностью на всем маршруте, это представляете, 7,5 километров, сколько нам было людей и техники выставить. Они с тем, что передали, мы, конечно, не совсем справились, я об этом позже остановлюсь. Но по решению вместе с муниципальным образованием города Саратов и, кстати, по согласованию с генеральным подрядчиком, мы передали 15 августа именно второй этап. Это улица Словол, по которой ходил 10 маршрут, как тут сказали, потому что есть точки протяжения. Это технический университет, естественно, людям надо учиться, надо ездить, правильно, это центр города. Поэтому было, кстати, коллегиально было принято решение, не то, что нам идти на лично, а то, что 10 маршрут по возможности, пока подрядчик не дойдет до этого момента. То есть это было все отговорено. И так же, как с 8 маршрутом, это 4 этап. Передан был первый и третий этап, это улица Политехническая полностью от Огородной до Клочкова. И улица Огородная полностью был этап передан до Простяной. Чтобы не постараться. Да, чтобы не постараться. Я хочу подчеркнуть, что, казалось бы, раз передали эти этапы вовремя, они должны были сейчас сделаны быть, да, логично. Если можно сейчас посмотреть на это, то там вообще рука генерального подрядчика не прикасалась. То есть они как были в запущенном состоянии в детстве, но так и не пошли. Ответ короткий. Мы подписали договор, чтобы работать, и приложение договора подразумевало, работая одновременно, параллельно на всех. То, что с нами согласовывали, это неправда. Не пускать нас до 15 августа в центр города. И по поводу силы средств я также, конечно же, не соглашусь, потому что, наверное, мы бы не подписали договор, не оценивали свои силы. Мы могли работать на всех участках в правиле. Как правильно отмечено, проводились технические совещания, на которых рассматривались предлагаемые генеральным подрядчиком технические решения для внесения в рабочую документацию. Но данные, которые предоставлял генподрядчик, их было недостаточно для того, чтобы заказчику сформировать впечатление о том, какую экономическую нагрузку понесет данный проект. Это первый момент. Второй момент. Результаты геологических изысканий, которые провела подрядная организация, «Фрэкджетстрой», были переданы заказчику только в декабре 2023 года. Корректировку проектной документации заказчик, договор на корректировку проектной документации, соответственно, не заключил в связи с тем, что в декабре на руках у заказчика было два разных абсолютно проекта. Я имею в виду в части геологических изысканий. То есть и один, и одни результаты изысканий, и другие были с положительным заключением экспертизы. Соответственно, для того, чтобы принять заказчику решение, какие из изысканий будут в итоге основанием для проекта, для этого подрядчик должен был предоставить протоколы испытаний грунта, который был срезан на маршруте в основании пути. Данные протоколы неоднократно со стороны строительного контроля запрашивались и у подрядчика, и через заказчика, и напрямую от нас уходили письма на генерального подрядчика. Ни одного ответа, ни одного протокола предоставлено не было. Я специально взял с собой выдержки из нашего проекта организации строительства в проекте. Вот, например, наша девятка нормативно строится 18 месяцев. Это распределено за 6 кварковых. То есть, понятно, что в договоре сумма, вернее, извините, сразу другой, но нормативно для того, чтобы все качественные работы провести, это 18 месяцев продолжается. Это при условии того, что объемы физические, которые в проекте были, не изменились. Ну, то есть, не увеличиваясь, как в нашем случае, вдвое, просто и по трудоемости, и по времени на работу. То есть, изначально неправильный срок должен быть? Кто оценивал, да, продолжение строительства изначально, я не берусь судить, но норматив, который будет зайти в срок. Я, честно говоря, не знаю, на что ссылается Виталий Владимирович. Вы на что ссылаетесь? Вы на что ссылаетесь? Я ссылаюсь на то, что заключен договор генподряда. Ну, сроки определял не я. А кто тогда? Вы не перекладывайте сейчас на других. Кто тогда определял, если вы это? В консессионном соглашении написано, что год на каждый этап. И потом, вот смотрите, я хочу сказать, что генеральный подрядчик, после того, как он изучил проектную документацию, он в течение 30 дней правиль был сказать, что я не буду этим заниматься, потому что проект нелегитимен, неправильный. И почему они не отказались сразу от этого, мне тоже непонятно. Ну, и, собственно говоря, другой подрядчик, который параллельно работает, они работают в установленные сроки, и вообще таких нареканий никаких нет. А заключен договор генерального подряда, там четко определено, окончание строительства 31 декабря. Вы вторая сторона. Почему вы не взялись за это? Если вот сейчас, если взялись, то зачем вы сейчас этим параллельно, что там было 18 месяцев, а мы... Вот второе. Когда произошли срывы передачи вам, были ли это все-таки существенный факт договора, были ли попытки, и даже не попытки, а, я так понимаю, доп. соглашения о том, что в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, в июне, сначала в мае доп. соглашения, потом в августе доп. соглашения, когда геология вскрыла следующее доп. соглашение, потому что это по серьезному договору, доп. соглашение о продлении сроков. Почему этот вопрос всплыл только сейчас, если вы понимали, что вы явно сроки не выполняете? А если сейчас вы говорите, проект никакой, сейчас геологи говорят, еще и замачивание там и так далее, все произойдет, сроки вам передают не вовремя, правительство документы готовит плохо, строй, правительство контроля не работает, зачем вам сейчас снова идти в суд, чтобы этот договор продлить? Ну, расстракайте вы его хреста радица с большой радостью и скажите, слава богу, мы от него избавились. Ну, 18 превратились и 9, и мы это, да, изначально понимали, потому что увеличение кратное, ну, в данном случае, двухкратное персонала и техники позволяло выполнить эти работы. То есть это не долг, 18 месяцев? Ну, мы же просто спросили, что нормативно этот объект... Все, этот долг убрали. Нормативность, 18, договор появилось 9, и, соответственно, мы договор подписали. По поводу... Почему не шли на то соглашение, почему не судились, почему не отказывались от договора в процессе? В свое время. В свое время. Сейчас на это вопрос сложно ответить, почему мы не отказывались тогда, потому что мы решили продолжать строительство и пойти навстречу за просьбой реализовать проект. То есть до 30 декабря вы считали, что вы еще успеваете? Нет, мы уже озвучивали в ноябре, что будет... А почему не пошли на доп. соглашение? Почему? Официально... Официально ответ не идет. Сейчас опять вы мне скажете, потом дополнительно зададите. Нет, уж. Почему не было судебных или доп. соглашений? Либо две стороны идут на доп. соглашение, либо суд. Почему вы, когда поняли, что вы срываете основной пункт договора, не пошли на корректировку? Ну, тогда третий вопрос, только ответьте, пожалуйста. Зачем сейчас-то вам еще продлевать этот договор, если вы прекрасно понимаете, что это за это? Несмотря на все сложности, мы были намерены продолжать строительство и закончить его. Вот поэтому и, во-первых, оставить свое честное имя. Александр Юрьевич, вот вы абсолютно правы, да, вот в этом. Я, кстати, вот в контексте добавить к этому вопросу уже. Недалеко 30 августа по требованию Минтранса России был составлен догоночный график, в котором именно Виталий Владимирович расписал, что он с сентября месяца до декабря закончится строительство. Подписался он сам лично там. Из-за тех 816,9 миллиона рублей, которые были выплачены в качестве аванса, такая часть была потрачена, собственно, на проведение работ. И насколько удорожание по вашему корректировке проекта, ну, насколько вынесла сумма исполнителей договора? Значит, по поводу потратить, потратили, на что потратили аванс. Все суммы, все аванс, полученные нами частями, там, последний был транш в сентябре месяце, хотя по договору это должно было быть в марте, мы получили, вернее, потратили на материалы, на аренду техники, на использование, то есть, ВСМ, техники, зарплаты, ну, то есть, на все стадии, которые относились именно к этому проекту. Это было все на контроле у банка, вот, соответственно, и заказчика. По поводу удорожания, так как в корректировке у нас объемы физически увеличились, но в рабочей документации еще к этим увеличенным объемам должна была выполняться смертная документация. А сам проект корректировался заказчиком с изменением, с учетом увеличения объема в стоимости общего контракта. Так как заказчик на корректировку не выходил, заговор не подписывал, общий сводный смертный расчет после экспертизы повторной должен был выходить, он не вышел, поэтому я сумму сейчас назвать не могу. Я могу сказать, что он значительный, так как объемы только по основанию, отсыпке основания полотна более чем в два раза лишние. Я думаю, что самое главное за тем, что заиграли бюрократию между заказчиком и подрядчиком, а выбиться со стороны это не вот так, а понятно, что это переспон подействующих объектов, суть, но со стороны заиграли бюрократию, пустили самые главные дницы, само строительство. То есть подрядчик строит, отдает документы, технадзор говорит не так, заказчик говорит не так. И дальше вот этот гон, он с лета, он просто нарастал, нарастал, нарастал. И когда мы собирались здесь в стенах дома, мы пытались разобраться в этой ситуации. Тогдашний зампред Мигачев, министр Алексей Вячеславович, нам все торжественно обещали, что они все сделают вместе с подрядчиком, все устранят все замечания. Ребят, проект неправильный, геология не так. Мы все устраним, никто не переживайте, мы все все сделаем. Вот результат на сегодняшний день. Суды, расторжение контракта. Все очень как-то коряво так это выглядит, как будто игра в какие-то одни варки, как будто кто-то где-то с кем-то не договорился.